Девушки отдыхают Выбрать скины из своего инвентаря, которые хотите обменять, и те, на которые хотите обменяться, из обширного списка. Подтвердите обмен и наслаждайтесь новыми вещами. KS Money. Новая эпоха трейда. КОНЕЦ Хайп — это не я. Хайп — это ты. Ты решаешь, кто будет на хайпе. С тарифом Хайп от МТС за хайп решаешь ты. Эээ, но это не точно. Продолжение следует... 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 Видно, не доиграл в предыдущем раунде, решил еще здесь повеселиться. Ну, пока здесь, в принципе, контроль карты. Пытаются еще тоже кубифайр захватить не только банан, но и мидл, и ковры не допустить поджима какого-либо. Кризон подключается. Да. Вот это уже становится поинтереснее. Так-то толком не просили по хп лангара, два фрага оформили. Остается бумыч, бумыч, ну и, конечно, квик и жимка. Это двойка игроков, которые уже стянулись к своему последнему тиммейту и будут всем ударным кулаком идти в направлении Б-планта. Тут, кстати, двое плюс один халпующий весьма ближний игрок — это Джейми. Обожаю карту Инферно. Давайте посмотрим, получится ли у кубифар предотвратить потерю этого раунда и ответный ресет. Позиции ковартные. Вот, смотрите, квикер сейчас будет выходить под флеш. Сам поймал флешку, из-за этого отходит назад, заметил голову, голову увидел, но не смог дожать жимку. Только за размен действует сейчас бустер, отвлекает внимание на себя, пытается играть на время, осознает это. Сейчас на развороте пытается делать фраг вик, но он последний, и у него 4 хп и целых 3 оппонента, друзья. Это 2-1, авангар перекрывают этот форс. Великолепное решение от авангар, не делать эко, закупиться в ответ, и теперь у команды противника, посмотри на деньги. То есть там, ну, они могут тоже сделать ответный форс, как это сделали авангар, но далеко не факт, что теперь получится у кубифайр взять раунд в ответ. Посмотри, они берут тайм-аут на четвертом раунде уже. Ох, ну кубифайр любят. Это говорит об их отношении к этому поединку. То есть он для них не менее важен, чем матч за квоту, и это подогревает интерес к поединку. Кстати, узнал в перерыве, друзья, сейчас такая вот вам инфа, звука нет, потому что снова проблемы с клинфидом. Поэтому сейчас пока что мы, увы, без аудиодорожки находимся. Ну, на какое-то время, по крайней мере, так придется. Как только получится вернуться на клинфид, конечно же, мы туда и вернемся, и тогда звуки игры также нам станут доступны. Но пока смотрим немного немое кино, разбавленное нашими голосами. И готовимся, наверное, уже к следующему раунду. Ну, тем более, что тут снова ответный форс от кубифайр. Бомбы не было, придется, ну, докупаться так. И из-за этого закупка выглядит не настолько рабочей, какой бы она могла быть на самом деле. В принципе, конечно, юмп-калаш, ну, знаете, могло быть получше. Сгобой было больше юмпов. Давай посмотрим, как они попытаются реализовать вот этот свой закуп. Потому что, ну, ты не можешь разыгрывать раунды, которые ты готовил под оружейной, имея только один АК в руках. Поэтому здесь нужно всегда иметь какую-то особую идею. То есть некоторые команды делают акцент на закидке и пытаются просто поставить бомбу. Некоторые, наоборот, отказываются от закидки и пытаются искать себе какие-то близкие дуэли. Пока у нас, ну, некий дефолт от кубифайра, они разошлись по всей карте. И пытаются каждый из них найти где-то фраг. Вот Вутерфолл спикает бойлер. Там тоже волына, кажется, в коврах тоже там где-то ходит. Квик вместе с Жимкой пытаются найти фраг под бананом. Ну, и, может быть, где-то и получится, туда потом и пойдут. Ну, здесь два ключевых игрока. Это волына и Жимка. Один из них должен попытаться дать фраг и тем самым расшатать дефенс оппонентов. Авангар пока стягивает к себе халпующего игрока. Второй под беплоинт уходит прямо сейчас, но возвращается обратно. Брошел укол. Джейми запалил весь расклад. Арку заметили. Квикерт на приемке забирает Вутерфоллза. И, кстати, перетягивается обратно. Отличное чтение. Вы гляньте, Авангар уже готов принимать беплоинт вдвоем. Они еще даже не успели подойти к нему. Ну, кикерт уже тут как тут. И он уже готов перенимать выходящих на б. Правда, он куда-то отошел. И как раз в этот тайминг врывается кибифаер на беплоинт. Тут один бустер. Если его быстро забрать, то можно выиграть, в принципе, этот раунд. Квик убивает одного. И еще и волына убивает кикерт. На 3-3 можно ставить плент. А вот и каваш волыны, который играет свою роль. До конца ли пока не ясно. Все-таки врывается обратно Джейми. Его UMP дал два фрага. Димасик уже с халпы срезает еще одного оппонента. Это был бумач 3-1. И эта экономическая гонка на старте все-таки выиграна в ангар. На самом деле теми, кто и должен был выигрывать изначально. Напомню, что именно казахи выиграли пистолетный раунд. Знаешь, тут можно по-разному относиться к такому экшену от Джейми. То есть он, с одной стороны, пошел соло воевать опять. И, в принципе, мог получить хедшот. И мы бы тогда обсуждали, что он допустил ошибку. Но он не побоялся. Пошел, сделал два важных фрага. И когда делаешь два фрага, тут уже обсуждать это как ошибку не имеет никакого смысла. Ну, Джейми жесткий игрок, кстати. Если уже за него зашла речь. Очень интересный снайпер, который вообще ничего не боится в этой жизни, наверное. Вот его поставив в матч против каких-нибудь эскану, он все равно будет агрессивно пикать пытаться. Не факт, что это будет успешно, конечно. Но это другой вопрос. Ну вот, очень агрессивно сыграли авангард в этом раунде. Формган отдали где-нибудь в районе Ямы. И вышли в плюс по количеству живых человек на карте. Посмотрим, как дальше будут пытаться разворачивать этот раунд в свою пользу кубифайр. Потому что у них из девайсов P250. Есть еще один P250. Ну и сейчас Глок рисковал погибнуть в руках у Ватерфоллза. У него 40 хп осталось. Ну, такие попытки какие-то отчаянные. Найти отдельный фраг, отдельный минус за него. Потом зацепиться и построить себе игру. В этом раунде вряд ли к чему-то хорошему приведут. Понимают авангард, что затеяли их соперники. Уходят на более закрытые точки. Ну и будут дожидаться до конца встречи. Ну что ж, давай я пока расскажу. Тут я не думаю, что тут какой-то шанс. Ну смотри, Кикер сейчас убивает двоих, да? И третьего. Окей, значит, карта Инферно. Это действительно пик команды Квантум Беллатор. Авангард в ответ пикнули Мираж. Ну и третья карта, если она понадобится, это будет Декэш. В принципе, наиболее типичный, по-моему, маппул для СНГ. Максимально дефолтный СНГ маппул, согласен. Ну и дефолтный для этих команд. То есть было вполне логично предположить, что именно такие карты мы увидим. В такой последовательности в вопросе пиков. Напомни тогда, пожалуйста, раз уж ты полез в всю эту информацию, как прошло предыдущее Белла-3 по картам, по счету, соответственно. Между этими командами? Да. Ну, там тоже был Кэш Мираж и Инферно. И, в принципе, на Мираже выиграли очень легко Авангард 16-6. Инферно выиграли Квантум Беллатор 13-16. И с таким же счетом, но только Авангард уже выиграли КБ на Кэше. Вот так. Теперь есть такая вот у нас инфа, друзья. А пока здесь приемка ковров, на которой Кризен Демасик выстроили перекрестный огонь и забрали, соответственно, Валыну и Квика. Легко. Достаточно. Это удалось им сделать ценой буквально 27 хиллспоинтов Демасика. Джейми на приемке находится под 15-ю. Кстати, там был бомб керри. Интересно, запалил ли это Джейми. Могу заметить. А Бумыч его убил с ковров. А какая ошибка позиционная. Авангард. Продали родного снайпера. За что они так с ним? Ну ладно, там ответка взаимностью. Внезапно Квикерт, который нашел минус поджимки, поджимая с банана. Да, я так понимаю. Да, так обрати внимание, какая позиция у Уотерфоллза. Я так понимаю, что он тут вообще не читается. Как минимум на таком тайминге. И в принципе, на его позиции я бы сказал, Бумыч, иди делай что-то, а я убью перетяжку. И если убьет здесь перетяжку Уотерфоллз, как-то грамотно дождется, то он может прямо бежать на Б и ставить там плен. Но он принимает решение все-таки пойти на А. А, его тут ждут. Не умереть в спину, судя по всему. Кстати, Бумыча уже забрали. Вот и Уотерфоллз. Второго игрока не ожидал увидеть. И Бустер в спину закрыл. 5-1. Хорошо разобрались ситуации Авангар. Они не дали шанса Кьюбифайру как-то зацепиться за этот клатч. Несмотря на потерю снайпера. Так расположились по карте и так перетянулись, что не было шанса Уотерфоллза, как бы он хорош ни был, разыграть этот клатч. Молодцы. И вправду, здесь игроки Авангар начинают здорово. Напоминает ситуацию, которую мы видели, наверное, в матчах Кьюбифайр в прошлом за квоту. То есть, когда ребята стабильно любую карту начинали со своей, такой, хоть, может, небольшой, но все же доминации на стартовом счете. И только потом позволяли игроку вернуться на местодействие. У-у-у, пробежка по Молотову. Ну, тут экономически он же сливной раунд, поэтому это не так сильно влияет на исход. Но калаш подрезать умудрились. Да, только я думаю, что вряд ли у них получится даже засейвить его. Не говоря уже о том, чтобы взять раунд. Разве что. Бумыч, которому отдали калаш, непонятно почему, он самый красный из них всех. И самый с армором просто, вот тебе ответ. Ясно. Ну, Квик самоликвидировался в этой ситуации. Решил, что кремация это лучший способ для него уйти в мир иной. 6-1. Авангар. Снова выигрывает раунд. Был он против пистолетов, еще раз это подчеркнем. Но теперь уже начинается все самое и самое интересное. Потому что очередной оружейный. Снова кубифайр закупаются практически в ноль. А значит, раунд для них за два. Посмотрим, что они нам сейчас покажут. Какие-то стратегии уже должны. Куча гранат есть. Есть АВП. Можно и поконтролировать карту. И потом под конец кто-то эффектно раскидать. И перезанимать разные точки. То есть, например, тот же банан. Видимо, что Джейм, например, очень эффектно пропрыгнул. Чекнул второй мидл и где-то 50 хп после этого потерял. Ну, вот после. Причем после отхода уже. Как-то прострел по нему залетел. Нам не показывали Джейми. Ну, видимо, с моста. Да, наверное. Вот возвращаясь к вопросу вариативности игры снайпера. Та позиция, где он был, к нему, скорее всего, были бы не готовы. Если бы открылись на прицел снайпера. Ну, Waterfalls подобным образом не играет. А, возможно, зря. Ну, давай, смотри. Уже бустер один остался на банане. То есть, очень быстро. Вот именно уже к минуте 15, когда у вас 4 на А. Это говорит о том, что авангар очень быстро умеют собирать информацию по карте. Ну, и такие позиции, собственно, говорят о том, что очень легко будет им принимать даже главку. Два фрага безответных в их исполнении. И пока кубифайр как-то застопорились и не знают, что делать. А тут еще и станищие молотовые, которые не позволяли попытаться хоть как-то бойлеру разменять. Бустер грают весьма осторожно. Снова-таки на фраг. Но если будет идти по внутренней стене, то будут проблемы и ваншот от Квика. И это позволяет бустеру активно эвакуироваться. Уйдет он на подсадку. Вау. Вот такое. По ходу дела принимают решение. Теперь Квикерт перенимает инициативу на свои руки. Ну, в принципе, на таком тайминге. В такой позиции могут быть не готовы к бусту, как по мне. Хотя надо быть. Ну, я думаю, что они, если заметят игрока в пленте, они уже точно не чекнут буст. А так-то обычно, по идее, должны. Или, как минимум, проходить понизу. Нет, нормально. Все сделали четко. Все уже. Подсадка никого, наконец-то, не удивляет. Я дождался того времени. Но это не отменяет того факта, что раунды себе не обеспечат. Квикерт, QB, как бы они ни старались, Квикерт, тут как тут и его потрясающий квадрокилл. Круто. Кстати, сейчас стрелял Квикерт. Такие именно сладкие, точные, уверенные хедшоты. Говорят они реально о хорошем аиме, уверенности в себе. И, в принципе, я думаю, что об этом парне уже многие наслышаны. Там аналитики даже некоторые англоязычные говорят, что вот он следующий в Гамбит. Когда там надо будет замена. Ох, ну увидим пока. Пока у всех все хорошо, более-менее. Ну ладно, Гамбит, конечно, их последний результат на эпицентре мы в расчет не берем. Нет, я не говорю о том, что в Гамбит нужны сейчас прям замены. Но когда они будут нужны, вот такая молодая кровь, как Квикерт, посмотреть его статистику. Когда уже ветеран Хоббит будет искать себе преемника. Да, да. Кстати, Хоббит мне рассказывал о том, что еще там буквально несколько лет назад он находил каких-то двух ребят из команды Авангард, которые, по-моему, Бустера и еще кого-то. В общем, он мне рассказывал о том, что этих парней он видел еще где-то на ланах, на местных, локальных. И говорил, что вот они неплохие, плюс они там в каких-то командочках мелких играли. И, мол, он хотел взять их с собой на ВЭСК. Помнишь еще в прошлом году? Да, когда казахи играли. Да, да, да. Но тогда все-таки решили взять других ребят, а спустя некоторое время эти парни... Когда взяли ДОС. Было и такое. Ну вот, а спустя некоторое время вот они, эти ребята, с которыми он наверняка играл, вот уже едут на закрытые квалы к мейджору. Классная пятерка, никто не спорит. Кубифайр тоже очень приятно. Радует глаз. Наконец-то организация смогла получить себе слот на квалы. Ну а давайте посмотрим за пробежкой в арку. Квикерт на приемке. Все тот же Квикерт. Постелил двоих. На третьего спрей уже не совсем пошел сразу. Из-за чего... О-о-о. Квик дал минус. Я просто обрадовался звуку, друзья. Вы не подумайте. Да, только звуки... Вот-вот-вот. Теперь все окей. Бумыч убивает бустера. Отлично. Джейм тоже заходит в спину с P250 без каких-либо проблем. Но Бумыча он тут не читает. А тем более второго игрока. Ладно, Джейм. Но он дал такой сочный минус. А как он его прочитал? Я вообще не могу понять. Он, по-моему, не прочитал. Он, по-моему, перевелся. Вот мне казалось, что он смотрел на единицу. Но когда Бумыч начал стрелять, Джейм перевелся и дал либо ноу-зум, либо квик-скоуп. У Джейма был дабл-кил. Вероятно, что нам его покажут. Это было бы лучше, чем два минуса от Квикерт, если честно. Но я не думаю, что лучше, чем пролет из грязной воды на карте до Инфермо. Грязная вода это... Как нужно так сильно загрязнить воду в таком нереально красивом городке? Вот так. Они там что? Вечно что-то взрывают неподалеку. Она реально по виду, как какая-то канализационная речка. Пасхалочка подъехала. Нормально. Контр-страйк. Ну, вот так все начинается. 8-1. Кьюби-файер почувствовали себя в какой-то степени в шкуре спиритов, которых они загоняли регулярно в такое положение. Американские горки, знаешь. Наш обсевер Анкор такое делал намного раньше. За что ему огромный респект. Но такие пролетики у нас уже были. На самом деле, сколько? Ивентом или двумя ранее? Ну, а пока 8-1. Половину выиграли. Да, половину выиграли. Кикерт уже 14 фрагов. Димасик 12. И там единственный, кто еще пока меньше всех набил, это Кризен. Мы еще не видели какого-то дикого экшена от него. Остальные чем-то, да, выделились уже. Ну, Кризена и роль обычно не такая агрессивная, как у его многих тиммейтов. Все же, вот касательно команды Авангара, эти ребята очень любят действовать. Знаешь, такую жесткую агрессию. То тут, то там Джейми, то под А, то под Б. Второй мид идет пушить. Смотрите, сейчас он даже... Ну, вот если бы запрыгнул, я не знаю, наверное, это было бы хуже для Авангар. Но суть в том, что он не подумал уйти. Он подумал, ах, с первого раза не попался, второго попаду. И начал пытаться запрыгивать на бордюр. Бордюр. Вот так. Ну, пока тишина. И Джейми держит банан сам. И, учитывая то, что он слышит стрельбу, естественно, понимает, что на банане кто-то есть, он все равно не стягивает к себе второго игрока. И это говорит о том, что он уверен в том, что он может дать фраг или отойти, или своевременно позвать на хелпу. Даже сейчас, смотри. Да, у Джимки 14 хп, а Джейми свою позиционку прекрасно знает. Как только его начали напрягать, он откинул молотов, отошел назад. Только сейчас стягивается бустер хелповать. Ну, бомба лежит вообще под траншеей, судя по всему. Где-то на втором медле, да. То есть до нее еще добежать нужно. Она очень далеко. Только не говорите мне, что вы ее забыли, кьюбифайр. Они просто идут стреляться, а тут прострельщики через 15. Квикерт все-таки фраг дал. Дальше отходит назад на релоуд. Главное, что минус оформил. И сам за это не пострадал. Плэн забирается только сейчас под траншеей. Перетягиваются и будут идти. Только Джейми уже не один. С ним в пару будет действовать бустер. Да, и смотри, поджимается уже мидл. И вся информация есть у авангар. Они прекрасно понимают, что происходит. Не понимают только, что делает игрок на Апленте. Что он предполагает, что кто-то из ковров придет. Но это маловероятно. Тут шашлычок. Красиво. Джейми уничтожил буквально выходящего Джимку и Бумыча. Осознает, что все это прочитали. На спину поглядывали. Джейми еще один выпад. И это уже третий фраг для него. Waterfalls просто вышел на расстрел. Только что сам в шоке от того, что происходит. Это 9-1, дорогие друзья. Авангар. Ну, пока громят в пух и прах соперника на первой карте за дефенс. Да, и это все пик кубифаер. Но мы, думаю, рано списывать кубифаер со счетов. Конечно, шашлычок был красивый здесь от Джейм. Но я думаю, что все еще впереди. И в этом матче возможно абсолютно любой поворот событий. Прекрасный дефенс мы видели от кубифаер на этом турнире много раз. На Инферно. Единственное, что пока они не могут найти слабое место в дефенсе Авангар. Они все еще пытаются пошли на главку. Вот думаю, что его возможно найти. Я пока не вижу. Но, понимаешь, в чем принцип поиска слабых мест. Нужно давить то тут, то там. Ты делаешь это место слабым. Да, действительно. Но пока Авангары решили сами показать свои сильные стороны. Их сильная сторона это однозначно индивидуальная или парная агрессия. Которая сейчас проявляется под бананом. Банан от Джали. Джейм и в этот раз действуют от 15. Ну, не устаю я говорить о том, что мобильный снайпер это очень сильный буст для команды. Ты всегда не знаешь, откуда ждать больше всего проблем. Особенно на Инферно. Особенно на Инферно. То есть тут ты постоянно борешься с позициями, где возможно даже никого нет. Потому что против Авика нужно тратить много гранат. Вот так. Пока. Кстати, вот и первый фракт нашли. Все, Джейм и как-то что ли через дым это вообще произошло. Но его закрыли. Да, и при этом это идет выход на аплент полноценный. Бомба еще далеко. Четыре человека на шарте. Они же выходят. Дают классные фраги по игрокам на апленте. И бомба будет установлена секунд через пять. Может быть даже десять. Вот Джейм только-только бежит на аплент. Это шанс для кикерта пока найти какой-то фраг. Но находит он лишь пулю у себя в голове. Смоук помешал дальше навестись уже более адекватно. В принципе он погибает. И бустер остается в Соляново. Четыре соперника впереди. И раунд выглядит неберущимся. Возможно стоит подсейвить. Денег там, конечно, очень много. Но чем черт не шутит. На дистанцию лучше посмотреть сразу. Да, интересно, что тут будет делать бустер. Он явно настроен найти еще несколько фрагов. И в условиях экономики это очень правильное решение. Потому что ему надо дать как можно меньшим количеством игроков кубифайр. Ему надо позволить засейвить девайсы. Максимально разумно, я согласен. То есть у кубифайр как раз экономику пошатнуть будет достаточно просто. Они и сами это понимают, не идут выбивать. А в любом случае будет бай, даже два. Но вот как конкретно свои девайсы унести, это будет другой вопрос. А сам бустер выживать собирается? Нет. Ну ничего страшного. Гулять так гулять. Ну ладно. И такое бывает. У бустера 4400. Сейчас у него на руках был закуп куда приятнее. Поэтому не до конца я понял это решение. Два АВП или нет? Четвертый тайм-аут. Это, по-моему, неправильная информация. По-моему, это тоже. Я помню. По-моему, это их второй лишь тайм-аут. По-моему, тоже второй. Да, это два АВП. Вот те причины. Ну, в прошлый раунд получилось выиграть кубифайр. Получилось это у них благодаря тому, что они очень круто зашли на ребра. Они без какого-либо сроу в экшна просто кинули смоки по обе стороны медла. Не боясь, вышли. Зачистили все точки. Постреляли в смок. Нашли какой-то фраг. Ну и потом уже поняли, куда нужно давить. То есть они нашли слабое место через дымы, просто выйдя на главку. Не планируя выход на весь план. Ну и потом по ситуации просто сориентировались и дожали, так сказать. Изначально под раздатью Джейма попал. Как раз через все эти дымы, выходы. Под двадцаткой его забрали. Кризен допустил небольшую позиционную ошибку. Неправильно прочитал тайминг. Пока отбрасывал молотов, поворачивался, ждал балкона. Его уже додавили с двадцати. Вот. Ну, в принципе, ничего такого. Хороший выход от кубифайр. Авангард отдали раунд оппоненту. И теперь попытаются его удивить сразу двумя авиками. Ну, один подбэв, другой пода, как всегда. Да, и Waterfalls тоже пытается идти вычислять миддл. Дал префайр в дым. Не попал по оппоненту. Ну и понемногу, понемногу занимает. Вот Квик занял окошко. Ребята сейчас идут, занимают банан остальные. При этом, обрети интересный сетап. Три игрока защиты действуют на шарте. Да, сразу тройка двадцатки играет. Один смотрит на балкон спиной. Плюс это обезопасит его от флешки. Двойка направлена как раз на прием выхода на ребра. Ну, так часто тоже некоторые игроки. Некоторые команды отдельно стоят. Кризен, кстати, будет действовать более хитро. Бустер на отстрел первого. Ну, тут местами может получиться. Опс. Сейчас Квикерт успел. Да, но пока еще... Вот только сейчас, я думаю, приняли решение Кубифар окончательно выходить на Б. Бомба подходит к ним понемногу. Пошла раскидочка. Смотрим, как будет прием осуществляться. Два молотовых, дорога огня. По ней пробегают сейчас игроки атаки. Нарываются на приключения. Но, кстати, первый промах от бустера. Дальше пытается слопнуть позицию, уйти под щель. С мака не справляется Квикерт. Но зато бустер тут как тут. Дау-минус. Все еще живет за вторым. На него просто напрыгает сверху валына. Отличный минус. И, по крайней мере, тачдаун уже обеспечен. О, какая ошибка в Waterfalls. Ну, допрыгался. Это было неплохое 4 в 3. В перспективе 4 в 2 с позиционным преимуществом. А так, 3 в 3. Нужно бояться всех позиций сразу. Да, здесь Бумыч поймал тайминг. Убил демальсика, который чекал бок. Здесь теперь нужно Джеймы делать несколько фрагов сразу. Он увидел одного, убил валыну за тройкой. Идет дальше. Знает тут путь про гробы. Единственный парень, который до сих пор не палился, это парень в темном. Джимка выходит. Ну и Бумыч остается 1 на 1 против Кризна после одного из разменов. Кризна садится до конца. Времени не очень много. Кризна садится до конца. Это видит Бумыч. И оформляет фраг. Легко. Достаточно этот минус сделал. У Кризна не было времени как-то хитрить, мудрить. Его бы дергали. Он понимал и понадеялся на удачу. Удача ему не улыбнулась. 9-3. Ну вообще было бы прикольное решение здесь не до фузии до конца, а все-таки дать один фейк. Бумыч на него выходил сразу же, поэтому я думаю, был бы шанс его убить. Но Бумыч тут отграл классно, поймал тайминг на одном из игроков. В принципе, вышел и не ошибся. И за 2 секунды до успешного разминирования бомбы убил оппонента. Заметьте, кстати, что у Бумыча был шанс раньше начать стрелять, но он дождался стопроцентной возможности дать этот минус, когда уже навелся окончательно хорошо на голову и только тогда начал стрелять. Два века не сработали, хотя и бустер, и Джейми дали по минусу. Но все же Б-плант развалился. Ну и теперь идет выход снова на А. То есть комбинирует планты, не заставляет засиживаться оборону ни одного из плентов. Не то, что на кого исполнено, да? Смотри, снова повтор того же. Они раскинули смоки на обе стороны медла и просто стреляют смоки, пытаются контролировать и не позволяют вообще держать контроль медла и заставляют оборону уйти в глуху. Так сказать, в глушь. Что это вообще такое? Это врыв под фэш. Фэш никого не ослепил, но Тимкилл нас провоцировал. После чего Квикер, Димасик и опять же Квикер дали 3 минуса на двоих. Ватерфоллс проходит и вообще никого не видит. Ватерфоллс сейчас опс. Здравствуйте. Заметил, дал фраг, увидел еще и библиотеку. Там бомба попавшая. Будет тяжело. Смотри, тут Ватерфоллс играет с огнем. Он пытается идти сразу на оппонента, хочет найти еще один фраг. И не находит его. Кикер дождался. Агрессия от Ватерфоллса. Прочитал. Молодец. Мне нравится вечно невозмутимое лицо Квикерта такой. Парень как будто только проснулся, его заставляют катать. Он говорит, а что? Куда ты идешь? На, умри. А так-то 19 фрагов уже настрелял. Так что вполне можно. Ну и это тоже фотка у него такая, знаешь, эпичная. Расскажи мне про Counter-Strike, дружище. Да. Вот так вот, в принципе, пока на пике оппонентов. Авангард показывает себя очень классно. 10 на 3. Идут там Голио UMP, три пистолета. Да. Печальный закуп у Кьюбифаера. Мы помним раунд, когда оставался лишь Бумыч в живых. Пришлось сделать солидный перезакуп команде Кьюбифаера. И теперь у них не хватает нормально денег. Ну посмотрим. Такие раунды тоже берутся, особенно на Инферно. Карта близких расстояний. Здесь Кикерт агрессирует на банане. Зажимает под флешечку. Ну и с бустером они тут могут доиграться. Если честно, так и происходит. А дальше Квикерт тупо додавили. Ну сами нарвались. Я согласен с тобой. Вот не стоило так агрессивно стоять к бустеру. Квикерт, ну он не смог уйти. Его просто начали контролировать. Убьет своего, нет? Убил своего! Да ладно, Бумыч! Вот это вот парень, конечно, перенервничал в этой ситуации. Попутал чужого со своим. Но тем не менее, ситуация все равно в большинстве для Кьюбифаера. Единственное, что у них нет девайса немножко похуже. Но самую малость. Зато их больше количества. Ничего, Бумыч на АВП пристрелялся. Это был пробный выстрел. Теперь будет второй победный. Джейми пытается расшатать. Ну не получилось. Вот так Бумыч, видишь, компенсировал. Хорош, да. Молодец. Бумыч, ничего страшного, что он убил своего. Такое бывает, такое случается. Из дыма выходит моделька темного цвета. И как ты поймешь, свой это или чужой? Надо было спросить с той, кто идет. У меня родители до сих пор и при свете дня не различат их. Свой это или чужой? Главное, чтобы различили и тебя в дом пустили. Это так. Сразу тапком по голове огреют и все. Подумают, что вор. 10-4. Кьюбифаер. Пробиваются постепенно на хотя бы узовый минимум. Да, но в этом раунде явно зароляла ошибка двух оборонцев Банана. Они отыграли очень плохо. Слишком агрессивно действовали. И за это были наказаны. Ну, а Бумыч наказал тиммейта. Ничего страшного. В таком эпизоде в итоге все равно Кьюбиф играли раунд на сложной для себя экономике. Авангар могли цепляться. И забирая тот раунд, вышли бы на отличную половину для себя. Заруинили экономику. И дальше, в общем-то, дожали последний раунд. Теперь экономика плохая у них. И придется им выкручиваться. К казахам здесь слово в первую очередь. Но, тем не менее, есть АВП. Есть возможность где-то какую-то агрессию проявить. Возможно, не до конца ожидаемую. Потому что вопрос экономики все равно был открыт. И я думаю, Кьюбифар могут ожидать какой-то слишком плохой бай. Ну и АВП может достать их врасплох. В теории. Но такой раунд, в принципе. Посмотрим, что тут будет вообще. Да. Ну, возможно, опять попытаются разыграть от стартового пика АВП. Да, там АВИК с друзьями идет на банан. Waterfalls, кстати, согласен на эту дуэль. Не ваншотно. Не ваншот. Размен. Ой-ой-ой. Пытается Waterfalls не отпустить этот шанс на пик. Пропускает на прицеле оппонента. Ну, тут уже до конца не расшатает. Заметил он двоих, отходящих в плент. В принципе, может дать адекватную инфу. Он точно знает, что один из них в пленте. Один из них убегал в холпу. Ну, вот теперь уже все. Теперь информация от Waterfalls заустарела. Но, в принципе, раунд-то это не до конца. Они еще выбрали, куда идти. Так, Кьюбифар. И поэтому будут сейчас еще решать. Густер перепрыгивает на Б2. Будет играть на нем. В принципе, за счет этого будет видна только голова. Дым получше постелили. Видели, что тот был, ну, такой опасный. А теперь еще и будет какая-то интересная западня. Квикерт ушел за первый. А его оппонент будет привлекать на себя внимание на втором. По идее, это так должно работать. Если бомба вообще пойдет на Б. Это еще не факт. Но, наоборот, стягивается по Да. Интересное решение. При этом они оставляют одного замыкающего на банане, который будет контролировать. При этом он красный. То есть его задача лишь услышать перетяжку или, возможно, убить кого-то одного. Но тут идет тем временем выход на Аплент. Жимка убивает на банане бустера. И Квик убивает Джейма, который стоял в пленте в закрытой позиции. Ну и бомба вообще убежала на Б. Как же Джейма так промазал? Ну да, то есть ключевую инфу дал там игрок один на атаке, теперь другой. Что все, плент точно открыл. Бомба убежала обратно на Аплент. Да, так все правильно делают. Поняли, что там никого нет. И сразу по максимально безопасной траектории полетели ставить бомбу. А тут сразу бровая двоица. Квикер 16 кп. Ну и это 10-5 в половине. Кстати, 10-5 это такой, знаешь, счет весьма неожиданный. Когда первый раз играли Инферно между собой Авангар и Кьюбифайр, Авангар в дефе взяли всего 7. То есть сейчас они уже на 3 раунда больше смогли взять. И это, ну, значительно меняет. Исход, скажем так, и расклад вообще на этой карте. На самом деле могло быть и еще больше. Вот вспомните раунды, которые происходили. Авангар, ну, парочку своих ситуаций отдали. Этот эпизод на банане стоил срос в двух раундов, как мы видим на дистанции. А так это 12-3. Просто представьте себе, если бы еще 12-3 в гранд-финале в первой карте на пике оппонента, тогда казахи бы уже показали какую-то нереальную доминацию. А так, ну, пистолетка плюс девайсный, и вот Кьюбифайр уже на временной ничьи. Да, ну, с другой стороны, сейчас, если Авангар выигрывает этот пистолетный, то перед ними открывается дорогой просто к легчайшей победе на карте. Посмотрим, они 6 раундов взяли в прошлый раз за атаку. Проиграли, кстати, инферно-то. Полетели по джиму центра карты, нормально. Два фрага с одной, с другой стороны. Третий туда же, только Димасик как-то огрызнулся. Квикер-то еще минус. Димасик, а бомбы у него нет. А бомбы-то нет. Придется бегать по всей карте в поиске загулявших оппонентов. Да, ну, Тон подобрал USP. В принципе, его сейчас должен был даже увидеть, по-моему, жимка. И вся инфа есть у команды Кьюбифайр. Димасик даже не подозревает о том, что он спалился. Жимку он наверняка не чекнет. Может, его Савва пойдет жарежет? Нет. Савва ставит просто хэдшот. Надежная победа в пистолетке для Кьюбифайр. Это было бы грубо. Наверное, здесь еще и нож заставать. В таком эпизоде. Хотя, я согласен, на пистолетке убивать с ножа это очень приятно. В плане дистанции по экономике, конечно же. 10-6. Да, ты убиваешь с ножа, и ты можешь себе купить АВП, например. Это просто АВП. Это, конечно, глупейшее решение во втором раунде покупать АВП, потому что тебе нужно будет соперничать с пистолетами. Но если ты хочешь таким образом самоутвердиться, то это самый лучший вариант. А если дать два ножа, то там и плеточка. И все. А это против пистолетов самое оно. И так твой скилл определится твоей закупкой во втором раунде. Ну, то, что ты дал два с ножа, это уже нормальный показатель. Да. Киридзен дает опен по бумачу в медле. Абсолютно на ровном месте. Бумач полез в перестрелку и проиграл ее. Смотрим дальше. Ну, пока. Подсадили ватерфолза. Тот будет играть на крыльце. В паре с ним Вауина. Относит подальше. Фармган. Сам возвращается к своему МП-9. Без арморов только Джейми. Остальные играют с тяжелыми. За исключением бустера. Ну, и так-то можно еще подуэлиться. У казахов стрельба с пистолетов на достаточно высоком уровне. Пойдет. Ого-го-го. Агрессия от команды Кьюби Файер на медле. Дважды по тиммейту попал или нет? Он дважды попал по тиммейту, при этом никого не убил. И ситуация 4 в 1. Квик вообще на другом пленте. Что это было от Кьюби Файер, я так и не понял. Как же я боялся этого. То, что все-таки у нас продолжится эта качеля по форсам. И Кьюби Файер не смогут закрепиться. Если помните, Авангарта выиграли первую пистолетку, но проиграли форс. И потом только через один раунд они взяли и так вернулись в игру. Здесь, ну, пока начало как минимум похоже. Смогут ли Кьюби взять в ответ раунд тоже? Вот это на самом деле куда меньше шансов. Ну, Квик, видимо, не собирается идти выбивать ее. У него нет для этого нет китов. И у него нет информации по оппоненту. Но он может как можно больше фрагов сделать. То есть это уже плюс 900 долларов, во-первых. Во-вторых, минус 3 девайса у Авангарта. Ну и калаш. То есть еще в разницу он денег тоже захватил неплохо с собой. На этом раунд и подходит к концу. 11-6, Авангар. Вот сейчас им точно не стоит расслабляться. Что у тех, что у других будет крайне неуверенный бай. Ой-ой-ой, ну там не совсем не то, что неуверенный. Там максимум 2 девайса. Классный повтор, спасибо. От души просто запрыгивающий Джейми. Как же он красиво запрыгнул. Нереально крутейший прижилок. Не столкнулся. Жесть. Так, ну вот, UMP, да. Один Юм берется. У остальных только пистолеты. Ну. Даже не знаю, что тут сказать. Если Кьюбифайр такой свой бай реализует... Ну, это задача не из простых, конечно. Хотя, с другой стороны, у Кьюбифайр-то защита неплохая. Они прекрасно чувствуют карту. И, возможно, получится поставить в нужное место девайса и применить их максимально результативно. Кстати, оба девайса играют под боплантом. По крайней мере, ну, Кольду будет на роли хопующего. Ватерфолс опять агрессивно действует в медле. Он там на чек пытается вычислить кого-либо проходящего к нему поблизости. Три человека на банане уже у авангар. И, ну, видимо, вырисовывается некий раунд, как минимум, с заниманием точки B. Хотя бомба в яме. То есть могут начать качели устраивать. Ну, что нужно делать обычно в таких раундах, когда против тебя 100% форс? Вычислить, где оппонентов больше, пойти туда, где меньше. Да. Ну, по крайней мере, попытаться сделать именно так. Ну, вот и пока авангард действительно халдят. Все ждут. Куда же, где же кто-то, ну, хотя бы даст на себе понимание. Ну, минимум информации. Вакуум, сейчас в котором находится авангард, не позволяет им принять 100% на сейвовое решение. Нужно будет тыкать пальцем в небо. И, судя по всему, направление для этого 1000ха кажется верным. Кубифар зачекали под флешку банан, поняли, что там никого нет. И сразу же ринулись на аплэнд. Но, на самом деле, этот кикер есть. И кикер дает еще и второй фраг. И, по сути, у него теперь есть информация, что B пустое. Ясненько. А тут дым. А тут дым на отход, парни, сами себе, походу, дали. Или этот дым, который квикер пробовался изначально. Но при любых раскладах он позволил пройти Казаху дальше. И как бы вот... А как же дальше вернуться? Вот туда-сюда побегали. Куик. Вот и кольт на руках. Куик убил квикерта. Да. Димасик умер в поджиме. И все. И теперь ситуация очень плохая для Кубифар. Это изначально у них была инфа по банану. Но они полезли зачем-то стреляться против кикерта, который просто стоял и контролировал ситуацию. Ну, уже да. То есть кольт должен быстро ориентироваться где-то на сейв. Бумыч может поиграть на отстрел. Но не более того. На этом раунд и закончится. 12-6. Двойное преимущество. А дальше раунд, в котором будет кольт. Окей. Будет маг-10 даже. Но больше девайсов, по идее, быть не должно. То есть это в перспективе выход на 13 даже. Авангард. Вот так вот. Постепенно начинают очень сильно напрягать своих экспонентов. По счету, конечно же. Да, напомним, что это пик именно Кьюби Файер. И это их сильная карта. И они ее на протяжении всего минора показывали в наилучшем свете. И проиграли вот первый раз только Спиритом в прошлом матче. И то после этого взяли две карты в ответ. И все-таки выиграли квоту на закрытой квалификации к бостонскому мейджору, которые сами квалификации пройдут в Атланте. Кстати, Авангард тоже уже обладатели квоты, раз что-то не в курсе. Но эти две команды сейчас играют между собой за титул чемпиона СНГ минора. И за деньги? И за какие-то жалкие 15 тысяч долларов. Бонусные 15 тысяч долларов, хотел сказать. Помимо изначальных 15 на руках у каждого. Да, да, да. По факту будет именно так. Флэш на шорт. Выход. Ну, скорее не выход. Пока занимаются ребра. Достаточно осторожно пытаются действовать. Понимаю, что девайсы-то не отжали. Вот Кольт есть. Еще один могли подобрать смело. Так оно и есть. Да, задача Бумыча тут максимально нашуметь, чтобы испугать Кьюбифаер. Чтобы они подумали, что на А-планте их ждут 4 человека, в то время как на Б-планте их ждут 4 человека. Собственно, Бумыч этим и занимается. Тушит молотовы, топает, готов стреляться с каждым, кто к нему подойдет вблизь. Но основной костяк Кьюбифаер сейчас ждет выхода по банану и выхода на точку Б. Ну, Авангард такие моменты пытаются прощупывать перед тем, как выходить. Мы это видели в предыдущем раунде. Хотя здесь, ну, ты не можешь на 100% выйти на Б, зная, что там. Если у тебя не было сплита какого-то. А сплит делать в такой ситуации очень тяжело. Глядя на миникарту, очевидно легко. Но Авангард могут подозревать о любой позиции своих оппонентов. Будут выходить степом. Два смока на одну позицию, это я люблю. Дальше начинается выход. Сначала проблемы, но Квикерт нивелирует это все двумя фрагами. И остается с одним куз-фоинтом, кстати. Все, укрепление почти рассыпалось. Осталось найти кольт. Кольт запалился. Да ладно, сам подставился через дым. Демазик неплохо. Здесь еще можно все разрулить. А читается ли тут Бумыч? Сомневаюсь. Может поймать сейчас тайминг. Он услышал оппонента, который топнул. Квик тоже дал фраг. Остался Кикерт с одним хп. И он умирает. Вот так раунд, дорогие друзья. Кубифаер при наличии только одного МАК-10 и одного М4А4 смогли его выиграть. И тем самым даже не выпустить авангард на 13-й. Разница серьезная. Классно отыграл в этой ситуации Бумыч. Помимо, конечно же, Квика, который на максимум попытался реализовать свой кольт. Бумыч со своим МАКом пробежал через всю карту. Не побоялся поджать по банану. Хотя обычно мало кто идет в соло на выбивание по банану. Потому что его очень легко принять и прочитать. Но в данной ситуации он поймал на ошибки по-моему Кризена, который чекнул банан. Но потом ушел, никого не увидев и не прочекав самую банальную, самую ближнюю позицию. Ушел тоже на Б-плэнд. И тогда это услышал наш Бумыч и убил. Если бы Кризен не шумел, тогда бы Бумыч так и не пошел действительно. В этом была его ошибка, за которую наказали. Авангард, кстати, не особо отчаивается. Бая трех калашей. Плюс еще МАК-10 и ЦЗ на руках. С ней Бумыч насколько дерзкий. Он просто чекает калашом мидл. А вдруг там что-то есть? Кого-то можно будет подстрелить. Там может банально сидеть парень в траншеи, в котором ты видишь пикси головы, который там с деглом тебе ставит с одной. Это же казахи, они дикие в плане стрельбы. Да, это факт. Но Бумыч не боится этого, ну и окей. Честь ему и хвала. На самом деле, как раз за счет такой уверенности, неоднократно Бумыч тяжелые ситуации для своей команды и выигрывал. Ну что, Авангард. Теперь будут пытаться действовать чуть поосторожнее. Все же тот раунд заставил их остепениться. Отыграли они его не лучшим образом по итогу. Ничего себе прострелы. Да, он его заметил просто. Наверное, да. Демасик остался 26 хп. У него, да, в щель. Да и какой-то слишком глубокий сетап у Авангард. О нет, у Кьюби Фаера. Они не понимают, что происходит на карте. Абсолютно. У них парни сидят на Б-планте, парни сидят на А-планте. И они уже готовы выкидывать всю свою раскидку, только бы принять выход. Но Авангар-то готовят платформу под выход на Б. Пока что да. И вот здесь Квик. На Б-планте распрей на одного. Дальше парный выпад. Прицел ушел не туда. Понимает. Начинает подбрасывать гранаты Кризон. Кризон вот на 15. Но мог такую красоту сделать для своей команды, а в итоге не вышло. Позиция Кризона была одной из ключевых. А дальше... А это развод. Какой коварный. Уходит чуть дальше игрок. Дефом. О, Waterfalls в смок нашел Джейма. Вот это залепил. Ну все. Как бы здесь уже песенка спета для Авангар в этом раунде. Как бы они ни старались, такое не выигрывается. 12-8. Но сама задумка мне понравилась. То есть Авангар сначала спугнули игроков в Кьюби Фаер. Те отошли в глубокие позиции. Они оставили одного люркера на ребрах и пошли на бэплэнд. И в принципе, если бы действительно люркер там на зелени кого-то убил, этот раунд, наверное, обрался бы. Потому что намного увереннее бы себя чувствовало звено под бэ. Может быть, какой-то один-второй фраг нашли бы. И просто не было бы помощи. Не было бы стяжки никакой. Да, хелпующий игрок должен был бы контролить арку. Это была бы его основная задача. А не идти хелповать тиммейтом от основного выхода. Это бы с высокой долей вероятности сработало. Но вновь не доиграл Кризен. Кстати, вот теперь уже можно это отмечать отдельно. Потому что парню все совсем плохо по статистике. Здесь же он просто пришел, чтобы умереть. Кризен пришел, чтобы умереть. Знаешь, это звучит как название и какой-то слоган для голливудского блокбастера. Но у нас здесь финал Сангей Минора. Это еще похлеще, чем любой блокбастер. Пошел еще бразильского сериала. Да, вообще. Ну, пытаются подловить на отходе Ватерфолдса. Кстати, тут уже достает пистолет. Понимая, что слишком близко к нему находятся игроки. Что ж со стрельбой? Ой-ой-ой, какой ты дерзкий. Ну нет, нет. Конечно, Ватерфолдс его переиграл стрейфами. Но любопытно, что по стрельбе ни у первого, ни у второго. Казалось бы, оба снайперы, оба с пистолетами в хороших отношениях должны быть. Но что-то тот, что другой в молоко стреляли. У бустера есть реальный шанс поставить бомбу. Ему нужно убить всего лишь одного игрока. Это абсолютно реально даже с P250. Ну, все равно. Но понимает ли он, что у него такой шанс? Там Молотов, Джимки Станищий. В принципе, на этом все. Конец возможности. Вот теперь у него нет шанса поставить бомбу. Да, это выход и смерть. В любом случае, Джимка отчаянно стягивает на себя внимание. Спина тоже закрывается. Бустер. Ну, тут хоть бы минус дать. Но и то не получается. Ну, окей. Эко отыграли авангард. Паузу будут брать или нет, неизвестно. Но им явно нужно придумать что-то, чтобы наверняка вскрыть оборону кубифард. Потому что если они сейчас наберут экономику, наберут уверенность в себе, то с каждым раундом будет авангард все тяжелее и тяжелее выигрывать. Ну, ты говоришь наверняка, авангард говорит два МАК-десятых. Там на большие, конечно, хотя можно было. Так ли они не оставили по 800 долларов. Да, тут можно было закупиться. Учитывая то, что МАК стоит 1050, ну, они могли позволить себе ЮМП-шки. Или какой-нибудь Галил, но без раскидки. Обрати внимание, что там парни с МАКами, у них на руках еще и куча гранат. Поэтому тут явно какая-то задумка, но что-то Джейм выкинул все свои гранаты просто, чтобы занять банан. Не только он. Тут остаются, по сути, только с МАКи одна флэш на всю команду. Джейми, кстати, очень сильно накалили ХАЕшками. Попытались выдурить гранаты в ответ, очень как-то вяло. Их тратит кубифайр для себя. Но вот сейчас уже, что, массово полетят на баплэнд, оставив люркера. Как-то четверка очень агрессивно и раскованно действует. Ну да, мы видели уже этот раунд, правда, на более хорошем закупе. Ну, сейчас посмотрим, может быть, сейчас получится у Демасика там запереть людей. Ну да, Демасик играет по-другому. Кризен, он вообще шоу арку давить, а Демасик... Да-да-да, смотри, ну Демасик не более успешно отыграл. Увы, по цифрам так и есть. Но тут выход до сих пор не начал. Это же не так кидает смок в хелпу, ничего себе. Так, начинается врыв, квик. Понимаю, что за смоком все пытаются нарандомить. Патроны все же не все тратят от греха подальше, но... Как бы выход обречен на провал. Так ты обрати внимание, какая прикольная стенка смоков была у Авангара. Они полностью сосначили плент. И если бы они просто убивали квика, это, видимо, был бы заход на плент еще со стороны церкви. То есть это супер мудренный был план на этот раунд у Авангара. Но единственное, что он... Уже не сработает. Да, уже явно не сработает. Нужно все-таки, кроме каких-то задумок со смоками и флешками, нужно еще и хатшоты ставить. 12-10, да. Увы. Увы, для Авангар как-то пока их атака не особо воодушевляет. Тактическая пауза. Теперь уже от этой команды. Как по мне, Авангар в данной ситуации должны все-таки принять решение о том, чтобы как-то упростить свою игру. Им не нужны сейчас какие-то супер нереальные стратегии. Их главная проблема в том, что сейчас они не могут выйти на какую-то равноценную перестрелку и грамотно себя разменять. То есть они пытаются занимать банан, но они пытаются как-то агрессивно действовать, когда уже выходят на главку. Но в целом, мне кажется, им нужно просто чуть свободнее бегать. Чуть где-то позволить себе большего. И это должно принести результат. Легендарные сплиты ковры плюс двадцатка. Просто выбегать и все. Стартово. Нет, ну просто идти вдвоем, втроем на банан. Перестреливаться. Если они ушли в плент, окей. Оставляем одного, идем также перестреливаться в район, то есть ребер. Выходим туда. Да, ясно. Ищем фраги, ищем вот какие-то преимущества. И потом уже кидаем несколько смоков, выходим, все. Инферно — это карта про расшатать. Потому что колпа стягивается долго у дефенза. И вот если получится как-то это сделать, то все здорово. Пока здорово только стрельба у Бумыча работает. Красиво за один спрей две головы снес. Кстати, вообще очень круто. Да, ну и понятно, что на экономическом у казахов уже все подходит к концу, все их приключения. Вопрос только, как они погибнут. Да, остается два игрока команды Авангар, и они все абсолютно без позиции. И посмотрим, кто из них вообще возьмет бомбу. А возьмет ли? И пойдет ли куда-то, да, или дойдет ли до бомбы. Будет ли в этом серьезный смысл, пока не ясно. Видишь, даже 5 в 2 кюби фаер не идут рашить. Они грамотно дожидаются оппонентов. И не дают, в общем, шанса даже взять раунд какой-либо. Да, абсолютно. Причем любой ценой стоят за планты. Попытались напрячь под б-плантом. Здесь уже вышел бустер, погиб. Последний квикерт о том, что он бит, и инфа имеется. Все-таки бомбу никто так и не взял. Она себе скучает, лежит в яме, и никому она не нужна. Авангар на это и не рассчитывали, судя по всему. Waterfalls доволен. А зря. А вот такие команды, как, например, БИК, как НИП, они в таком раунде бы закупили лучше 3 смака, 2 флешки, делали бы какую-то дикую раскидку на условный бей, сделали бы себе за цель поставить плант, чтобы у них было больше денег. Но по-другому мыслят ребята из Казахстана. Вот сейчас у них есть классный бай. Посмотрим, что они надумали на своем таймауте перед этим раундом. Пришла пора и, правда, показать свои гениальные нашифровки казахскому коллективу Авангар. Ну вот, есть АВИК, 4 калаша, все хорошо. В Waterfalls, понятное дело, тоже есть АВП. Экономика у защиты крайне приятная. Будет тяжело возвращаться в игру, но казахи однозначно совершат попытку. Раскидка банана, попытка занять его, также двойка игроков осталась куда. Пока холодная война, скорее. Ну вот это просто дефолтик, в котором каждый из команды Авангар пытается найти свой фраг. Пытается как-то где-то что-то занять. Вот уже одновременно они заняли ребра и банан, вообще шикарно. Теперь они могут быть уверены в том, что Кюбифайр не понимает, что происходит на карте. При этом они шумят везде абсолютно. Ну и ждем ответного экшена от Кюбифайр. Будут ли какие-то выпады или будут просто дожидаться выхода оппонента. Осталось самим сообразить, что делать. Действительно, ну инфы крайне много, слишком много для Кюбифайр. Где размен? Нет, просто нет. Здесь Waterfalls вышел, отличный пик, ушел назад. А вот и размен. А вот и размен. Ну а Джейми, Waterfalls, кстати, здесь пожадничал. Пошел на второй минус. Можно же обороняться в несколько волн. Ну ладно, неважно. Квикс Цемент забирает бустера. Это опять большинство для Кюбифайр. Ввиду к тому, что ты можешь дать минус, как обычно действуют снайперы. Это идти чуть дальше и стоять на второй килл. А не идти в ту же позицию, где тебя уже ждут. Кикерт. Классный фраг по джимке. Проникают в КТ-респаун ребята из команды Авангар. Кикерт дает еще один фраг по квику и пустой беплент. Распоряжение команды Авангар. И у них есть полное право сейчас поставить бомбу и защитить его. Ну что, Джейми распропустил в своем прицеле оппонента. Пробросил дым и отходит назад. Будут сплитом выбивать Кюбифайр. Не факт, что это хорошее решение для них. Выстраиваются перекрестный огонь. Джейми, кстати, крутится на две позиции почему-то. За церковь не было инфы. Но Кикерт весь расхват только что для своей команды дал. Ну практически весь. Осталось найти бумыча. Вот и, собственно, он. Очень круто действует Кикерт сейчас. Он спалил бумыча. Он по-любому дал инфу. А нет, не спалил. Он прыгал. Он как-то недочекал, но неважно. Он вроде бы как прыгал на чек, должен был заметить. Но сама идея все равно была правильная. То есть в этой ситуации 2 в 1 опять-таки нужно чекнуть. И потом вдвоем выйти. Более хладнокровно доигрывать, не на кураже. Действовать это приносило бы свои плоды. Но отметим в очередной раз. Классные фраги от Алексея. Убил он, очень важно, Жимку. Убил он Квика. То есть двух оборонцев Бэплента он уничтожил еще. И тут вот фраг нашел по Волыне. Ну и последнего, кстати, он тоже забрал. 4 килла для него. Ну и раунд имени Кикерта. Да, действительно, так и есть. Молодец, Кикерт, красавчик. Дальше. Но Кьюбифайр, как мы уже говорили, по деньгам проблем не испытывает. Будет докупаться еще достаточно долго. Попытка эндрифрага. А Джейми не смог забрать через дым. Все-таки как-то умансил. Удвум еще подальше. И не смогли даже ХЕшкой его догнать. Ну прикольный мув от Джейми. Попытка реализовать респаун. Агрессивный выпад с АВП. Такое мы видим очень редко. Но в этот раз он имел полную возможность убить. Да? Потому что чуть не хватило ему точности стримбы. Здесь перестрелка тоже идет. Жимка очень сильно надамажил Кикерт. Так, Кикер его сжег. И банан в итоге вроде бы как контролирует Кьюбифайр. Кстати, забрали только что топфрагера команды Авангард. Крайне полезный минус. Признают это игроки или нет. Но все-таки разные игроки создают разную степень проблем на карте. И вот Кикерт как раз является одним из проблемных оппонентов. Ну, в принципе, вот. Есть фраг. Дальше Waterfalls играет на пик. У него тоже классная позиция. Он сам. Ну, там чекают угол. Почему не кинуть флешку? Проверить. Можно ждать флеш так, чтобы и ближние, и дальние позиции как-то ушли в Вайонт. Димасик, кстати, только что подрасшатал точку А. Да, Валынат загулял. Куда-то он сунулся не туда, куда нужно было. Но три человека все еще остаются на А. И сюда перенаправляют свою атаку Авангард. Хотя странно, как они нашли снайпера, который обычно играет на Апланете в районе Банана. Но, тем не менее, не поняли, что он был там абсолютно один. И теперь глубокий дефенс от Кубифаер может лечь, если грамотно кинуть флешки. Ну, а флешка... А есть только одна у Кризона. Она не кидается. Просто с ней погибает. Кризон, а Джейм уходит на сейв прямо сейчас. Но тут ясно, что он уже никого забрать не смог. Десять секунд времени. Слишком мало. Так, дверь. Дверь, откройся. Серьезно? Дверь не открылась? Она в другую сторону открывалась. Джейм сам ее блочил. О, господи. Так. Ну, в любом случае, Авик остается. Его недопроверили. АВП будет. Это хорошая новость. Плохая новость, что АВП это единственный полноценный девайс у Авангард на этот раунд. Тем временем, Кикерт в шаге от того, чтобы набить 30-очку на этой карте. Это весьма примечательный момент. Квик тоже на данный момент имеет 25 фрагов в своем активе. Кризен явно проваливает это Инферно. Пока у него 6 всего в активе. Ну и в составе Кьюбифаер менее всех пока по фрагам у Волыны и Жимки. Крайне несвоевременно Кризен, конечно, проседает. С его помощью команда могла бы уже и карту закрыть, если бы он тогда, например, срезал 15 в том эпизоде. Если бы еще что-то такое было, то если бы играли в пятером Авангард, возможно, это уже было бы все на первой карте. Но не тут то было. Тут наоборот, борьба в самом разгаре. Тут еще можно побороться за взятие карты и первым, и вторым. Тем более, что раунд от АВП. И если этот раунд выигрывают, у Джеми не будет на следующий раунд денег. И там тоже будет неполный бай. Ты абсолютно прав. Здесь попытка тоже занять банан. Причем от обеих команд. Ну, в итоге занимают те, у кого больше есть гранат, больше есть оружие. Это Кьюби Фаер. Они полностью контролируют ситуацию. Квик очень много был в прошлом матче здесь в упоре. И теперь он даже вообще тут один абсолютно остается. Тем временем выход идет на главку. Ватерфолс все это спалил. Откидывает сразу же гранаты, достает АВП. Ему бумажь саппортит. И, в принципе, захлебывается выход. Просто принесли на блюдечке, да? Да, это конец. Ты уже все, ничего не поделаешь. Квик. Два фрага Валлына. Забирает еще и Демасика. Ну, 30-й фраг набил только что. Молодец. Личная ачивка достигнута. Квикер-то теперь шел спасти АВП. Спасти рядовой авик. Ну, как раз. Вот он его дропнет Джейме, тогда еще будет все более-менее. Да, кстати, очень важный сейв. Конкретно в данном случае. Обратите внимание, сколько денег у Джейма. А Кьюби Фаер-то не пойдут убивать. Вот они сейчас не рискнут. Подобно маневре. Это в любом случае, да, паритет по счету. 13-13. Несмотря на отличную защиту, Авангард внезапно в атаке не могут набрать хоть каких-то рандов. Но тут знаешь, тут еще другой есть расклад. Окей, он дропнет это АВП Джейме. У него самого 1800 долларов будет. Нормально. Получит UMP какую-нибудь. Хотя там и на юмп не хватит. Получит дроп дикоя от Джейме. О, нормальный вариант. Бам. Слава богу, что он хотя бы не умер здесь. Потому что тогда это был бы вообще караул. Это было бы жесть, но ее не будет. Нет, смотри, ну почему. Ну, у него 1900. Он отдает авик. Получает в ответ от Джейме, по идее, какой-то девайс. Да он ничего не получит. Скорее всего, Джейме может купить армор раскид. А сам Квикер будет играть ЦЗ и раскид. Ну, то есть, либо ЦЗ и раскидка, либо UMP ты берешь и бегаешь без гранат. Вариант там был А2 для Квикерта. Он решил все-таки действовать таким образом. Ну, кстати, каску не купил. Сэкономил на каске. Хотя деньги есть. Ну, вот против защиты это странно, согласен. Против защиты все-таки стоит докупать каску. Ладно еще, когда ты играешь сам с диффенс, это еще можно понять. А так, 350 долларов мог толкнуться. Ну, смотри, опять такой же сетап от Кьюби Фаер. Ничего необычного. У них снайпер стоит на зелени. И два человека там держат ковры и шорт. Но, вот в ангар, какая-то супер заготовка с нереальной раскидкой. Вот готова ли эта раскидка к балкончику? Как думаете? Мне кажется, нет. Мне кажется, вот сейчас Бумыч может вновь внести анархию в ряды атаки авангард. На этом все и закончится. Но он уходит. Ну, а гранаты полетят прямо сейчас. Пошел, раскид. Никого в песках не будет у Кьюби Фаер. Тут же идет флешечка в плент. А это раскидка против песков. Вот это да. А в пленте это все нормально в строю. Дула АВП светится все это время. Пытается пока не палиться Бумыч. Вы все еще не видели. Только сейчас замечают. АВИК мажет в упоре. И это... Ну да, Бумыч, который останавливает этот выход. По крайней мере, на ранней стадии давая два фрага. А вот тиммейты не до конца сыграли. Квик остается один. Бомба лежит на пленте. Он не понимает, где ждать оппонента. Но, тем не менее, реагирует на Демасика. Демасика без сказки. Вы слышали? Он сразу погиб, кстати. У Демасика не было шанса дождать выстрел. Да, а теперь Бустер, который не контролирует бомбу. И он при этом идет в спину Квику. Но Квик его читает, потому что ждет обхода зелени. Он не ждет обхода с библиотеки. Но вот он читает, мне кажется, Бустера. Он его заметил. И он попадает ему прямо в голову. Это 14-й раунд для Кьюби Файр. Абсолютно спокойно Квик доводит дело до конца. Классный дефенс от КБ. Кьюби Файр выходит вперед спустя какое-то огромное количество раундов. Чуть ли не спустя всю игру. У Кьюби Файр удается сделать это на финишной прямой буквально. Очень круто здесь сыграл Квик. Кстати, в его ситуации он видел бомбу. Но он не решил прям сидеть где-то в библиотеке и ждать ее. Он пошел активно искать оппонента. И в итоге получилось так, что казахи сыграли раздельно. Были далеко друг от друга. И Квик этим воспользовался сполна. Взял клатч 1-2. Молодец. И теперь эко есть у команды авангард. Авангард с пистолетами и арморами. Им ничего не остается делать. Придется выпускать оппонента на 15-й. А дальше пытаться тащить овертаймы для себя. Но как-то атака совсем не идет. У казахов вот сколько? 10 раундов за защиту они взяли. А с тех пор только троечка. При том, что авангард форс взяли. Вот после проигранной пистолетки, насколько я помню. Ай-яй-яй. Но как-то, увы. Для казахов их игра в атаке сейчас на инферно не работает. Ну, тем не менее, после этого эко у них еще будет полноценный закуп. Их списывать тоже рано со счетов. Может, мы увидим допы. Все-таки взять два раунда в атаке абсолютно реально. Несмотря на то, что экономика крутейшая у кубифаера. Им хватит по-любому на любой закуп на следующие раунды. Ну, значит, нужно брать не закупом, а какой-то идеей. Вот на прошлый раунд была крутая идея у авангард. И если бы кто-то был в песках, то я думаю, что его бы очень легко устранили. И, соответственно, устранять и сам плент было бы намного проще. Ибо там людей было бы меньше. Но позиционка была другой. И здесь кубифаера здорово угадали. Это да. Придется идти до конца тоже. Вот пока авангард тянут резину. Осознавая. Ну, здесь любая ситуация, которую уже нужно раскручивать. Если тогда еще мы говорили, что даже на бомбу не играют. Здесь вариантов нет. Смотри, Waterfall потерял свой девайс. Теперь МВП есть у кикерта. Он там где-то в районе библиотеки будет вычислять плент. Волына здесь. По идее, с этим кольтом троих точно не погасит. Но при помощи хелпы со стороны Бумыча. Лол, они развалились. Развалились. Выпады при фаере. И все это работает постепенно. Но два в два. Джимка только сейчас идет по центр. Есть два девайса. Есть армуры. Абсолютно равная ситуация. Еще и заметил он игрок от библиотеки. Не попал только по нему кикерт. Ну и что? Там идет в обход очень длинный Джимка. И его будет очень легко и удобно убивать. Крикзену, если он ждет ковры. Поэтому Квик активно пытается брать на себя. Инициативу перетаскивает одеяло. Отличный молотов прямо под позицию Квикерта. Тому приходится бежать. Уже погиб Жимка. Квикер дает фраг. Они берут Эко. Друзья, это Эко, которая выигрывает Авангард. При том, что атака у них толком не шла. Они просто вышли. И буквально за минимальную возможность. Ошибки Ватерфолза позиционной. Даже не то, что ошибки. Просто ее смогли сдавить с двух сторон. А хелпы не было. Да, и это сделал Квикерта. Это сделал фраг-лидер команды Авангард. И великолепная реализация АВП от него в конце раунда. В клатче. И при этом очень круто сыграло звено на шарте. То есть у них был перекрестный огонь. В который они никак не могли не зайти в него. Но при этом они умудрились так размансить. Чтобы этот перекрестный огонь в итоге умер. И они заняли аплент. С учетом того, что у них были просто пистолеты. Даже без брони. Хотя нет, броня была маленькая. Трипл килл. От Квикерта. Закэрил. Просто раунд. Да и не только раунд. Очень много. Он их забрал. Три-четыре фрага. Теперь 14-14. И Авангард в принципе теперь могут еще два раунда взять. И это будет означать победу на карте. А не только допы. Как в прошлый раз. Все равно по-прежнему мне лично больше верится в овертаймы, чем вообще в любой исход этой карты. Если честно. Как-то здесь все к этому постепенно идет. Из карт, в которых так происходит. Под флешку. Квикерт пытается продавить дальше. Оба игрока в флэнте. Сделают парный выпад. Друг за друга. Подставились. Квикерт. Ну все. Это дорога на плент открыта. Квикерт это прекрасно осознает. Пробрасывает дым. Дает флэшки. Оттягивает резину, чтобы бомб керри успел стянуться. И поставить пачку. Тут еще и дым в Waterfall Zone в легком шоке. Что это такое здесь? Как он это делает? Как Квикерт оформляет свой 35-36 фраг в этом матче? Уму просто непостижимо. Он убивает двух игроков, которые были готовы его там видеть. И которые активно с ним стрелялись. Но он одним зажимом положил сразу двух оборонцев Б-планта. Это провал от Кьюбифаер. А Кьюбифаер уже сейвить пытаются. У них вариантов нет. Экономика экономикой. Но рано или поздно деньги подходят к концу. И сейчас в самый неподходящий момент финансы могут начать напевать романсы. Да, так у них уже нет денег на следующий роман. Поэтому 3-девайсы сейвятся. То есть если будет 3-девайсы, там два дропа. Какие-нибудь UMP, FAMAS. Интересно, понимают ли это в ангар. То есть да, Демасика они отправили на поиски. Но если бы они представляли ситуацию, думаю, они бы уже в пятером где-то были в районе Аплантата. Должно считаться здесь. Но в любом случае Демасик свой эпизод проиграл. А другие не успеют подойти до конца. 15-14. Теперь Авангард, которые, казалось бы, были в шаге от того, чтобы проиграть Инферно, имеют возможность закончить ее победой, причем в основное время. Ну вот гляньте, здесь одинаковые позиции. Ну зачем вот так вот? Ну в линеечку буквально. В каком поражении можете тереть, когда за вас играет такой классный игрок? Вообще нереально. То есть Квикерт разваливает КД почти двойка. Не хватает двух минусов до двойного КД. Это очень и очень серьезный показатель. Ну а что делать кубифайр здесь? Пока не ясно. Авангард, кстати, прожимает паузу, осознавая, что... Ну не хочется им до допов доводить. То есть понятно, здесь в такой ситуации овертаймы нежелательны. Да, и кубифайр тоже не знает, что делать. Потому что вот до этого бы плент, в принципе, был у них вполне надежным. И это чуть ли не первая ошибка пары квик и жимка на этом пленте за всю вторую половину. И перед этим, а плент тоже казался непробиваемым. И на эко случайно вот этот вот эпизод, который случился, в итоге сломался карта. И что исправляет сейчас кубифайр? Ну вот сейчас мы увидим. То есть работа над ошибками, она там была минимальная. Ну не открывайтесь друг за другом. Один налево, другой направо уходить, если пытаетесь... А вот вам задуман Авангард. Они просто делают контакт Б. И вот он контакт. Кикер делает фраг по квику. И один-единственный жимка остался на пленте. Он откидывает флэш, чтобы как-то обезопасить себя хотя бы на несколько секунд. Смоки прилетают в ответ. И жимку спалили. И что здесь будет? Ну пока все бланди. Это сейчас пытаются работать. Кубифайр! Не удается. Ватерфолл срывается на кафель. Но фраг так свою и не дал. Смещается на церковь. Ему позволяют это сделать. Бумыч нашивает. Через дым попытки настреливать в гробы. Ничем не заканчивается. Ватерфолл не смог дать этот минус. Молотов прилетает на пресечение. Это выбивание 3 в 4. Друзья, это может быть ГГ на первой карте. Есть еще один минус. Бумыч упал. Валы на минус. Ватерфолл с последней. Про его позицию была известна. Кризен делает этот фраг. И все же со счетом 16-14 Авангар выигрывает вражеский пик. Как? Просто нереально. Последний момент. Авангар каким-то чудом вернулись в игру. Начиная со своего экономического раунда. С невероятной волей к победе. Все-таки смогли додавить. И в итоге вот так вот затащить карту. Квикер. Красивый шрифт. Ты видел на футболках? Авангар? Да. Нет, я не успел заценить. Зря. Ну ладно. Квикер даже в последнем раунде. Он таки сделал 2 кд. Он сделал 2 фрага. Остался жив. У него 38 фрагов за эту карту. Просто вдумайтесь. Из них 4. Это 4 опен фрага в двух последних раундах. Ну и как такое проиграть? Что тут еще можно сказать? То есть этот парень пошел и открыл бэ в двух самых важных раундах этой карты. Просто браво. Аплодисменты Квикерту. И ждем вторую карту. Это будет Демираж. Пик команды Авангар. Они в шаге от победы на СНГ Миноре. Будем смотреть Мираж. После паузы. Быстрый и надежный. Достаточно просто авторизоваться на нашем сайте. Выбрать скины из своего инвентаря, которые хотите обменять. И те, на которые хотите обменяться из обширного списка. Подтвердите обмен и наслаждайтесь новыми вещами. КАЭС МАНИ. Новая эпоха трейда. Новая эпоха трейда. Хайп – это не я. Хайп – это ты. Ты решаешь, кто будет на хайпе. С тарифом хайп от МТС за хайп решаешь ты. Но это не точно. МТС Хайп. Безлимитные видео, музыка, игры, соцсети и мессенджеры. МТС Хайп. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok